Всем привет! Меня зовут Марина. Я очень рада вас видеть на своем канале Позитив ММ. Сегодня я хочу рассказать вам о лечении грибка ногтей с помощью березового дегтя. Про огромную пользу березового дегтя я, конечно же, знала. Но про то, что им можно лечить грибок ногтей, я узнала от вас, моих подписчиков, а от тех, кто смотрит видео по данной тематике и делится в комментариях своими способами лечения грибка ногтей. Я тщательно изучила эту тему в интернете и действительно нашла очень много положительных отзывов и успешных историй исцеления с помощью березового дегтя. Давайте разбираться, в каких случаях березовый дегтя может нам помочь в лечении этой неприятной напасти. Первый момент, который пришелся мне по душе, это абсолютная натуральность и практически полная безвредность березового дегтя. И его довольно бюджетная цена. Применять же его для лечения грибка ногтей необходимо при самых первых симптомах. Чем раньше, тем лучше. Сегодня мы рассмотрим несколько вариантов лечения грибка ногтей с помощью березового дегтя. Но помним, какой бы вариант вы не выбрали, перед каждой процедурой вам будет необходимо сделать специальную ванночку для ног. В теплой воде мы растворяем несколько чайных ложек соды, небольшое количество хозяйственного или дегтярного мыла, натертого стружкой на терке. В этом составе распариваем пораженные ногтевые пластины в течение 15-20 минут. Далее после распаривания ногти и кутикулу максимально удаляем. После полного высыхания пораженные участки обрабатываем березовым дегтем. Его стоит продержать на поверхности ногтя минимум 2 часа. Для удобства можно сделать эту маску на ночь. Смывается средство просто теплой водой. Проводим процедуру каждый день до полного исчезновения признаков грибкового поражения. Еще одно средство, собравшее много положительных отзывов при лечении грибка, это сода и деготь. Для приготовления лечебной пасты нам потребуются следующие ингредиенты. 1 чайная ложка пищевой соды, 1 чайная ложка березового дегтя. Составляющие смешиваются до пастообразного состояния. При помощи ватной палочки наносим средство на поврежденные ногти слегка втираем. Паста выдерживается на ногтях 40 минут, затем удаляется теплой водой. После такой маски ногти размякнут. Их нужно будет максимально удалить. Курс лечения грибка ногтей длится 14 дней. Многочисленные отзывы говорят, что такое народное средство отлично справляется с начальной стадией грибка ногтей. Специальная противогрибковая дегтярная мазь готовится тоже просто. Достаточно смешать детский жирный крем с березовым дегтем в равных пропорциях. Данное средство мы наносим на больные ногти. Нужно дождаться, пока оно немного подсохнет. И надеть носки или перчатки. Так можно ходить весь день, если есть такая возможность. Смывается препарат теплой водой, а размягший ноготь обрезается. Большим количеством положительных отзывов обладает противогрибковая болтушка. Для приготовления препарата требуется смешать в равных количествах березовый деготь, глицерин и спирт. Этим составом мы смазываем поврежденные ногтевые пластины дважды в сутки. Проводим манипуляции до тех пор, пока не наступит полное выздоровление и отрастание нового здорового ногтя. Вот такие способы борьбы с грибком ногтей с помощью березового дегтя рекомендует народная медицина. Думаю, на начальной стадии заболевания их обязательно стоит попробовать применить. Также эти способы будут хорошим дополнением к основному лечению при запущенной форме заболевания. Мы, например, всей семьей любим мыть ноги дегтярным мылом для профилактики грибковой инфекции и избавления от запаха ног. Если вам удалось избавиться от грибка ногтей с помощью народного средства, обязательно делитесь своим опытом в комментариях. Подписывайтесь на мой канал Позитив ММ, ставьте свои оценки. Пока-пока, до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!